Станислав Козловский Как работает Википедия Я думаю все из вас Читали там статьи Пользовались ей Как правило Мало кто Плохо слышно? Могу громче говорить Да Ну давайте Чуть погромче Хорошо Буду говорить громко Значит Большинство людей Пользуются Википедией Но мало кто Ее редактирует То есть количество людей Которые ее читают И количество тех кто ее редактирует Соответственно разница где-то в 10-20 тысяч Раз Но все-таки слабый звук Не слабый Я не пойму Сейчас я проверю Попробуйте Потому что кому-то кто-то слышит нормально Кто-то тихо Попробуйте у себя на компьютере сделать громче Потому что Иначе у кого-то будет слишком громко Если я буду кричать в микрофон Поэтому тут я Ничего пока сделать так Не смогу Ладно Вроде как бы у кого-то нормально У кого тихо Попробуйте у себя локально на компьютере сделать погромче Значит Википедия Будем с ней сегодня разбираться Большинство пользовались ей Но мало кто Редактировал Или редактировал Там чуть-чуть попробовал Что-то не понравилось И потом ушел И бросил это дело И сейчас попробую вас сагитировать Все-таки не только пассивно пользоваться Википедией Но и начать ее редактировать Также Собственно разберемся Как все это делается И еще расскажу Про некоторые конкурсы Которые у нас проходят Может быть это как-то тоже мотивирует вас Принять участие в проекте Википедии Значит Давайте Разберемся Основной собственно лозунг Который создавался Когда создавалась Википедия Основная идея Которая у нас была Такой слоган Что вот Мы хотим построить мир Где у каждого человека Есть свободный доступ Ко всем знаниям человечества Ну а сейчас Действительно Уже мы во многом Живем в таком мире Конечно нельзя сказать Что все знания Человечества доступны Но достаточно существенная часть Их стала Благодаря интернету Благодаря конечно Во многом Википедии Стало доступно Есть еще что Делать На самом деле Мы конечно До идеала Полностью не дошли Но Как понимаете Такая Во многом Мы к нему Приблизились И Давайте Разберемся Как мы этого добились Чтобы немножко Было понятно Откуда Как возникла Википедия И С этим мы Разберемся Да Тут есть вкладка Вопросы Есть какие-то Большие вопросы Чтобы они не Ускочили Вверх Вы их пишите Я буду на них Потом отвечать Либо Походу И так далее Давайте Разберемся Как возникла Википедия Вообще История Википедии Она следующая Что у нас Где-то в конце В середине С середины 90-х годов Стало активно Развиваться Свободное Программное Обеспечение Так называемая Операционная Система Линук Особенность Которая была В том Что Собственно Эти программы Сама операционная Система Программа Под нее Можно было Свободно Использовать Можно было Брать исходный Код И на его основе Писать свои Собственные Программы И при этом Никому Ничего Не платить И казалось Что такой Коммунизм В принципе Невозможно Но оказалось Что Это работает И сейчас Практически 99% Всех серверов В интернете Они работают На Линуксе Большинство Браузеров Работают На Свободных Программном Обеспечении То есть Огромное Количество Такого ПО Есть И это Все Работает Вот Но Это Касалось Программного Обеспечения Но Возник Вопрос А что С Текстами Вот Есть Энциклопедия Британика Она Защищена Авторскими Правами Использовать Ее Нельзя Соответственно За это Если Пытаться Ее Распространять Свободно Ну Соответственно Придут И получат Какой Нибудь Ну Разные Санкции За нарушение Авторских Прав Тем более На его Основе Нельзя Создавать Новые Произведения Такой Один Из Евангелистов Свободного Программного Обеспечения Ричард Столман Написал Статью Об этом Предложил Подумать О Свободном Контенте И Буквально В том же году А это Было Дело В 2000 Году Это Прочитал Эту Статью Прочитал Американский Предприниматель Джимми Уэллс Который Вы Знаете Просто Чтобы Вопросы Чтобы я не Сбивался Каждый Раз Пишите Вопросы Во вкладку Вопросы Иначе Я просто Пропущу Потому что Когда буду В конце Отвечать Я могу Не заметить Потому что Чат Очень быстро Движется А потом Я на все Вопросы Если они не по ходу Самого слайда А так То я на них Отвечу Значит Джимми Уэллс Решил создать Свободную энциклопедию Которая Свободно Имеется ввиду То что Любой человек Мог бы Использовать Этот контент Контент Был бы Распространялся На условиях Свободной Лицензии Не надо было Ни у кого Платить Получать разрешение И свободно Его использовать Была создана Такая энциклопедия Она была названа Newpedia Типа Новая Энциклопедия Он нанял Главного редактора Такой энциклопедии Ларис Энгера И был запущен Сайт Newpedia.com Идея была В принципе Как обычная Классическая энциклопедия Создать энциклопедию Только чтобы Контент Был у нее Свободный И Ларис Энгер Стал Создавать Словник Искать Авторов Для такой Энциклопедии Которые бы Работали бы Бесплатно И соответственно Дальше Процедура Как классическая Энциклопедия Довольно Такая сложная То есть Автор пишет Статью Ее отдает На рецензию Одному Рецензию Другому Потом он Исправляет Все замечания Отправляется Корректору Редактору Верстальщику Потом это Появляется На сайте В общем К концу Года Оказалось Что в Нупедии Было написано Всего 12 статей И стало Понятно Вот что Год Потрачен Потрачено Достаточно Большое Количество Денег Несколько Сотен Тысяч Долларов Но Проект Не выстрелил Всего 12 статей Стало Понятно Что такими Темпами 12 статей В год Никогда В жизни Британику Не догнать Не то что Перегнать Или составить Хоть какую То конкуренцию И Ларис Энгер Собственно Понимая Что его Джейми Уэллс Уволят Что проект Как бы Оказался Бессмысленный Поделился Своей горестью Со своим Другом Беном Ковицем И тот Ему Говорит А почему Вам не Использовать Технологию Вики Вот Я не знаю Что за технология Но тот Ему Объяснил Что есть Американские Ученые Уорд Каннингем Который Придумал Такую Технологию Которая позволяет Людям Самим Редактировать Сайты Вживую То есть Это дело происходит Соответственно В 2000 году В то время У нас было то Что называется Веб 1.0 То есть Сайты Выглядели Каким образом Есть какая-то Редакция сайта Веб дизайнер Который Собственно Решает Что на сайте Будет размещено А все остальные Читатели Пассивно Воспринимают Все что там Размещается Могут Если там Какие-то Неточности Ошибки Могут Написать Письмо По e-mail Но на него Среагируют А может Нет Как бы Неизвестно Каннингем Решил Что надо Сделать Технологию Которая Позволила Бо Самим Читателям Сайта Активно Принимать Участие В его Наполнении У него Была идея Он был Программистом Наверное И сейчас Он программист Он еще жив Чтобы Собрать Какие-то Программные Алгоритмы Которые Во многих Неважно На каком языке Написана Программа Но есть Много Таких Типовых Алгоритмов Там Сортировка Поиск И тому Подобное Открытие Файла Вот эти Алгоритмы Описать И сделать Их Наиболее Оптимально И дальше Соответственно Всем миром Их Дорабатывать И он Создал Технологию Назвал Ее Вики Название Вики Это Вот такие Автобусы Шаттлы Ездят До Недавнего Времени Ездили По Аэропорту Ганулулу На Гавайях Вики Вики Это на гавайском Значит Быстро Быстро Собственно Сделал Сайт Открыл Его В 95 году Назвалось Португское Хранилище Образцов Программного Кода И там Любой Человек Мог редактировать Любую страницу Менять ее Форматировать Добавлять Иллюстрации Менять Текст И так далее Ну Понятно Что Все таки В интернете Как бы Есть люди Разные Да Есть и Адекватные А есть и Неадекватные Люди Которые Все что Если дать Возможность Всем свободно Редактировать То придет Кто нибудь Неадекватный Кто нибудь Нетрезвый Школьник Захочет Пошутить Ну Кто угодно И все Что там Люди Создали Все это Будет Уничтожено Поэтому Эта технология Она подразумевает По сути Две такие Составляющие Первое Что любой Читатель Может редактировать Сайт Второе Что Сохраняются Все версии Всех страниц То есть Если даже Кто-то Что-то Ухудшил Всегда Можно вернуть Предыдущий Вариант Предпредыдущий Вариант И Никаких проблем С этим Нет То есть Ничего Уничтожить Невозможно И в итоге Происходит Следующее Что все Полезное Сохраняется Все Бессмысленное И оно Очень быстро Убирается И эту технологию Ларис Энгер Про нее Рассказал Джимми Уэллс И тот Загорелся Сказал Да Давай Переведем Нашу Ньюпедию На эту технологию Но тут Все это Обсуждалось В почтовой Рассылке Авторы Ньюпедии Вот этих 12 статей Возмутились Как же так Мы великие Ученые Мы писали Статьи Там Целый год А потом Какие-то Непонятные Люди Из интернета Придут И наш Замечательный Контент Будут Редактировать Грязными Грязными Руками Вот И Ларис Энгер Перешел Тоже На сторону Авторов И сказал Что Да Действительно Глупая Идея Мы не будем Такого Делать Но Джимми Уэллс Сказал Нет Мы сделаем Иначе Собственно Ньюпедия Под свободной Лицензией Контент Свободный Мы можем Сделать То что Называется Форк То есть Делать Разветвление И был Создан Второй Проект Который Назвали Википедия Туда Перенесли Контент Вот этих 12 Статей Ньюпедии И было Два Сайта Ньюпедия Которые Делали Профессиональные Ученые По Классическим Принципам И Википедия Где Любой Человек Мог Ее Дополнить Редактировать И Дополнять И Собственно Многие Относились К идее Очень Скептически Однако Прошел Год И К концу Уже Википедия Первого Года Так Выглядела Первая Страница Вот тут Написано Что мы Хотим Написать Больше 100 тысяч Статей То есть По сути Догнать Британику Тогда Казалось Что это Нереально Но К концу Года Википедия Уже Выходила На 18 Языках Содержала Более 20 Тысяч Статей То есть Появилась Википедия На Немецком Появилась Википедия На Французском На русском Языке В мае 2001 года Появилась Википедия И 20 тысяч Статей К концу Года В Ньюпедии К концу 2001 года Было 23 статьи И стало Понятно Тут 20 тысяч Там 23 Просто Стало Понятно Что Ньюпедия Бессмысленный Проект И Дальше Стала Развиваться Именно Википедия И Стала Развиваться Она Практически По Экспоненте Количество Статей Росло Количество Языков На которых Она Пишется Росло Ну вот Сейчас Она Выходит На 309 Языках Вот Сейчас Википедии Более 53 Миллионов Энциклопедических Статей Английская Википедия Она Была Первая Вот В ней Сейчас Более 6 Миллионов Энциклопедических Статей Ну вот Русская Википедия Как она Выглядела Когда она Возникла Возникла Она 11 Мая 2001 Года Вот Недавно Собственно Нам Исполнилось 19 Лет Ну вот Так она Выглядела Когда она Была Открыта Но Проблема Была В том Что Ее Открыли Открыла Ее Ларис Энгер Он Кстати Владеет Русским Языком Он Работал В Ижевске Прям Из Ижевска Она Была Запущена Но Никто В России О ней Не знал Никто Ее Не Редактировал И Туда Иногда Заходили Какие Случайные Люди Пробовали Что Можно Оказываться Сайт Редактировать Но Никто Статей Не Писал Выглядела Она Вот Уже Спустя Год Соответственно Вот Так То есть Кто-то Там Вписал Внимание Какой-то Лаврухиной Или Россия Родина Слонов Ушастых Повышенной Проходимости И Так Выглядела Главная Страница Википедия Никаких Особо Статей Там Не Было И Вот Эти Надписи Россия Родина Слонов На главной Странице Провисела Ну Практически Больше Почти Два Года Где-то До Конца Середины 2003 Года Только С 2003 Года Хотя Она Возникла В 2001 Году Русская Википедия Начала Развиваться И Мне Повезло И Дальше Количество Статей Стало Активно Увеличиваться Сейчас Больше 1,6 Миллионов Статей В Русской Википедии Ну Вот Мне Повезло Я Начал Тоже Переписать Википедию С 2003 Года Потом Написал Об этом В блог Журнал Был Такой Популярный Компьютера Перепечатал Ее Вот Вышла Статья Она С первой Такой Большой Статьей Про Русскую Википедию Ну Много Людей Туда Хорош Пришло Википедию Она Стала Тоже Активно Разбиваться И Я Очень рад Что Мне Тоже Удалось Это Привлечь Тогда Людей Википедию Надеюсь И сегодня Удастся Привлечь Еще Людей Редактировать Джимми Вэллс Приехал В Москву В шестом Году Это Вот Я Такой Много Лет Назад А вот Мы С ним В метро Показали Посмотрели Красную Площадь И дальше Собственно Началось Взаимодействие Уже Со Всем Миром То есть Как бы она стала Русская Википедия Развиваться Независимо Такое Такое Активное Времодействие Что Собой Представляет Википедия Сейчас Ну Вот Так Выглядит Главная Страница Русской Википедии Сегодня Ну Вот 1 Миллион 628 Тысяч Статей Вот Утром Я делал Скриншот 291 Статья Да Я думаю Сейчас Если открыть Там Будет Уже Сильно Больше Количество Статей Постоянно Увеличивает Где-то Около 200 Статей В сутки Пишется Википедия Она Является Самой Большой Энциклопедией За всю Историю Человечества Вот Суммарно На всех Языках Больше За все Человече Никто В мире Не написал 53 Миллиона Статей Вторая Это Энциклопедия Байду Википедия В Китае Была Запрещена И там Китайский Поисковик Байду Вот Собственно Создал Свою Такую На основе Википедии Энциклопедию Сейчас Там 17 Миллионов Статей Но Правда Там Статьи Большая частью Из одной Двух Строчек Большая частью Это делается Чтобы увеличить Этот счетчик Количество Статей Для сравнения Энциклопедия Британика 120 тысяч Статей Вот Большая Российская Энциклопедия Это 80 тысяч Статей Просто Как бы Разница На несколько Порядков Википедия Выходит Да Презентация Будет Википедия Выходит На Крестах Девяти Языках Самых Разных Вот Это Топ 10 Самых Больших Википедий По количеству Статей Первая Самая Большая Это Английская Более 6 миллионов Статей Русская Находится На Седьмом Месте По количеству Статей Но На самом деле Если вы Посмотрите Топ 10 Он Довольно Странный Потому что Вторая Википедия После Английской Это Википедия На Сибуанском Языке А потом Идет Шведская Википедия Казалось Бы Да Ну тут Просто Немножко Такая Странная История Возникла В Швеции Один Программист Решил Как бы Что Шведская Википедия Должна Всех Обогнать Нашел Базу С Насекомыми Которая Не была Защищена Авторскими Правами И Собственно Написал Робота Который Собственно Этой База С Насекомыми Стал Генерировать Статьи Довольно Жука Типа Насекомая Имеет Шесть ног Столько Мандибул И тому подобное И Стал Это все Загружать В шведскую Википедию Сейчас В какой-то Момент Шведы В конце Я открою Доступ В презентации В конце Но потом Собственно Сообщество Шведской Википедии Как-то Уже Возмутило Что Просто Невозможно Все Что мы Там Пишем В Википедию Но 90% Это Не наши Статьи А Это Какие-то Бессмысленные Статьи О Насекомых И Тогда Ему Запретили Загружать Эти Статьи Сейчас Шведская Википедия Их Каждый Месяц Где-то 10 тысяч Статей Удаляют Из Шведской Википедии Но У У Этого Программиста Жена Из Филиппинка Соответственно Он перевел Эту базу На Сибуанский Язык И Стал Загружать В Сибуанскую Википедию Где Особо Сообщества Не было И Никто Ему Помешать Не мог И Соответственно Сейчас В Сибуанской Википедии 5,3 Миллиона Статей Но Это Просто Статья О Насекомых Вот Такие Википедии Мы Называем Ботопеди Их Не очень Любят Вот В русской Википедии Практически Так Усложнены Работы Для Роботов Что Все Статьи Пишутся Практически Руками Никакой Таких Ботозаливок Статей В русской Википедии Не делается Вот Если Не считать Ботопеди То Мы На Четвертом Месте По Английской Немецкой И Французской Википедии Кроме Википедии На Русском Языке В России На самом деле Пишутся Много Других Википедий Википедии На Языках России На Башкирском На Татарском На Чеченском На Языке Саха Удмуртском Чувашском Мерзианском Лезгинском И так далее Много Википедии Вот из этих Трехстах Девяти Википедий Ну Прямо Десять Процентов Это Википедии На Языках Российской Федерации Тоже У них Есть Свои Сообщества То есть Кроме Русской Википедии Есть Много Других Википедий Если Вы Из-за Тех Регионов Где И владеете Этими Языками России Кроме Русского То Может Как Сколько Иногда Задают Вопрос Что Будет Если Википедию Издать В виде Книжки Вот Если Издать В виде Книжки Вот В таком Же Формате Как Большая Советская Энциклопедия Последнее Издание Мелкий Мелкий Шрифт Там По-моему Восьмой Или Шестой И Причем Издать Вообще Без Иллюстрации То Даже В этом Случа Получится Девятьсот Британике Будет 2701 Том Причем Скорость Роста Где-то Русская В месяц Это Плюс Три Тома Формата Большой Российской Большой Советской Энциклопедии Английской Это В месяц Где-то 10 новых Томов Создается Один Художник Попробовал Издать Типа Такого Перформанса На самом деле Издал Там Несколько Тысяч Тиражом Один Экземпляр Это На одной Там Выставке Такая Была Комнатка В томах Википедии Фотография Оттуда Когда Создавалась Википедия Считалось Что Кому Она Нужна Зачем Она Вообще Нужна Энциклопедии Время Энциклопедии Прошло Сейчас Есть Интернет Введи Любое Слово И вот Получишь Собственно Всю информацию Кому Нужны Все Эти Энциклопедии Но Оказалось Что Нет Когда Что Википедии Люди Пользуются Что Вести Слово В поисковик Получить Там 100 тысяч Ссылок Бессмысленно Нужно Желательно Чтобы Кто-то По ним Прошелся По этим Ссылкам Почитал Еще Книжки И как И это Оказалось Очень Нужно Людям Долгое Время Википедия Была На пятом Месте По посещаемости Сайтом В мире Но Сейчас В этом Году Вот Собственно Началась Это Я посмотрел Сегодня Статистику Мы Упали На Одиннцатое Место В основном Вверх Ушли За счет Того Что Очень Сильно Выросли Китайские Сайты То есть Вы Видите Вот Топ Десять Возможно Вы Многие Эти сайты Даже Впервые Видите Вот Но Если Брать Какие-то Исключить Китайские То мы После Гугла Ютуба И Фейсбука Идет Википедия Когда Мы На четвертом Вот В России Википедия Менее Популярна Чем Вконтакте Менее Популярна Чем Яндекс Мэйлру И Одноклассники Но Тем не Менее Мы На Седьмом Месте Вот В этом Году В топ Десять Еще попал Кстати Сайт Учиру Это Соответственно Из-за Дистанционного Обучения Значит Википедия В мире Посещает Каждый месяц Полтора Миллиарда Уникальных Человек Но Это В том случае Устройств У кого-то Несколько Устройств У кого-то Одно Устройство На всю Семью Ну Вот Примерно Соответственно Одно Устройство Один Человек Полтора Миллиарда Человек В месяц Читает Википедию Русскую Википедию Вот У нас За прошлый Месяц Выросла На 10 Процентах Посещаемость Соответственно 110 Миллионов Человек Уникальных В месяц Читает Википедию На русском Языке Это Не только Россия Это Все Кто Владеет Русским Языком Соответственно В 10 Бывших Республиках Советского Союза Википедия На русском Языке Более Популярна Чем На Национальном Языке Когда Была Создана Википедия Соответственно Многие Говорили Что Как можно Вообще Верить Википедии Какие-то Непонятные Люди Из интернета Пишут Ее Мало Ли Что Они Там Напишут И Вот Буквально Прям На заре По сути Существования Википедии 2005 год Прошло С тех пор 15 лет Даже Тогда Когда Она была Можно сказать Сыровой Тем не Менее Сравнила Журнал Nature Википедию Не в разы То есть Вы видите Эти цифры Мало того После того Как вышла Эта статья В Nature Тут же В этих 42 статьях Появилась Такая Плашечка В этой статье Эксперты Nature Нашли Столько-то Ошибок Весь интернет Набросился На эти статьи Нашли еще Больше Ошибок Неточности Чем Эти эксперты Все было Исправлено Буквально За 1-2 Дня В Британике Многие Эти ошибки До сих пор Существуют В русской Википедии Такого исследования Не проводили Ну вот Тем не менее Вот когда вышла Большая Российская Энциклопедия В 2017 Году Ну Оказалось Что В ней Содержатся Статьи Которые Были взяты Из Википедии У нас Есть Извинения Они убрали С сайта Эту статью Которая Собственно Была Заимствована Большой Российской Энциклопедии То есть Как бы Считать Что Классические Энциклопедии Всегда Лучше Чем Народная Такая Википедия Ну на самом Не стоит Это Скорее Миф Хотя Конечно В классической Энциклопедии Там Качество Статьи Оно Более Менее Единообразно В Википедии Как бы Есть Очень Плохие Статьи Есть Очень Хорошие Статьи Но Собственно Как бы Классическая Энциклопедия Она Показывает Как бы Уже Завершенное Дело Знаете Как У нас Говорят Там Дуракам Пол дела Не Показывает Вот Мы Считаем Что Недописанные Статьи Как бы Люди Разберутся Если Что-то Недописанное Помогут Дописать И так Далее Вот Поэтому Есть Сырые Статьи Есть Хорошие Статьи Качество У нас Гуляет Сильнее Чем По Классическим Энциклопедиям Вот Все Вопросы Раздел Вопросы Я на них Позже Все Отвечу Конечно Как Работает Википедия Сейчас Я На Эти Вопросы Тоже Отвечу Значит Википедии Любой Человек Может Редактировать Статьи Для этого Даже Не обязательно Регистрироваться Но Лучше Зарегистрироваться Это дает Много Что Разных Преимуществ Нет Бесплатно Конечно Что Доступ К презентации Бесплатно Значит В любой Статью Если вы Ее Откроете Вверху Есть Вот Такая Строка И Есть Кнопки Править И Править Код Править Код Это В режиме Вики Разметки Более Быстрый И Тем Кто Часто Редактирует Википедию Они В самом Используют Этот Вариант Но Тем Не Менее Можно Щелкнуть Вот Этот И Будет Выглядеть Откроется Режим Редактирования И Если Вы Смогли Освоить Microsoft Word Или Google Docs То В целом Ничего Сложного Нет В принципе Вносите Исправление После того Как Внесли Нажимаете Вот Кнопка Записать Страницу На Нее Можно Нажать И Соответственно Все Изменения Они Сразу Появятся То Википедия Нету Пре Модерация Статьи До того Как они Публикуют Не проверяются Никем Идет Пост Модерация Википедии Статьи Проверяются Множеством Людей Практически Такого Количества Глаз Как Википедии То есть Если В классической Энциклопедии Ну Прочитает Там Рецензент Прочитает Редактор Корректор Ну 5 человек 10 15 20 Ну Не больше Потом Она идет В печать И все Википедии Соответственно Каждую статью Читает Тысяча Людей Любой Человек Может Увидев Ошибку Либо Сам ее Исправить Либо В боковом Меню Слева Есть такая Ссылочка Сообщить Об ошибке Щелкнуть На нее И написать Что-то Со статьей Не так И люди Другие Будут Сидеть Проверять Выберять Дополнять И так далее За каждой Статьей Следит Нож У людей Кто ее Раньше Редактировал Есть Специальные Патрулирующие Которые Проверяют Все новые Правки То есть Пре-модерации Нет Пост-модерации Огромным Количеством Людей Осуществляется Дополняется Все Всякие Неадекватные Правки Убираются Википедия Она работает На технологии Вики Если Вы посмотрите Тут Есть еще Такая Ссылочка Извините Ссылочка История Если На нее Нажать То Произойдет Следующая Откроется Вот такая Страница Она кажется Страшной На первый взгляд Но на самом деле Тут Зафиксирована Вся История Редактирования Этой статьи Всегда Можно Выбрать Разные Версии На разные Дни Посмотреть Что в ней Изменилось Что там Было Дописано Откроются Вот такие Страницы Можно Будет Видеть Что там Встать Какого-то Числа Юзер С таким Ником Взял Что-то Вписал Или что-то Удалил И это Очень легко Проверяется И так далее Перевод Статьи Никто Специально Не Осуществляет Это Википедию Можно переводить Там Лицензия Позволяет Часть Статьей Кто-то Переводит Но В какой-то Момент Людям Становится Понятно Что переводить Скучно Там иногда Информация Устареет И так далее Поэтому Как правило Пишется Изложение То есть Смотрит Википедия На другом Языке И Она Может Браться За основу Но Потом Люди Дополняют По другим Источникам И так Подобное Потому что Просто Тупо Переводить Это Довольно Уныло Все-таки Проект Добровольный Поэтому Но Есть Специальный Чуть позже Об этом Рассказать Только Напомните В этом Вопрос Пишите Есть Специальный Инструмент Который Позволяет Переводить Статьи Чтобы Если кто-то Хочет Этим Заняться Чтобы Сохранить Все Разметки И так далее Тоже Такую Возможность Есть Но Это Делают Все Добровольцы То есть Каких-то Платных Переводчиков У нас Нет Как Работает Википедия Самое Важное Википедия Это Правило Потому Что Все Люди Работают Бесплатно Без Зарплаты Приказать Им Ничего Нельзя Поэтому Есть Общий Принцип Общие Базовые Правила Которым Все Следуют Друг за Другом Следят Чтобы Никто Эти Правила Не Нарушал Но Главное Правило Все Википедии Гласит Что Можно Игнорировать Все Правила Есть Они Мешают Улучшать Википедию Поддерживать Ее Функционирование Это Сделано Для Того Чтобы Все Таки Википедия А правил Википедия Огромное Количество Но Все Таки Это Для Того Чтобы Она Не Превратилась В Бюрократию Чтобы Все Таки Главное Это Дух Правил Что Хотели Донести Этим Правилам А Не Придерживаться Тупо Вот Именно Формализма Ну Есть Такие Пять Базовых Принцип Википедии Из которых Собственно Следуют Все Остальные Правила Первое Это Что Википедия Это Энциклопедия Это Значит Что Википедия В нее Можно Помещать Только Энциклопедический Контент То есть Никакие Ни Новости Ни Словарь То есть Это Не просто Толкование Слова А все Таки То Что За этим Словом Скрывается Понятие Которое Этим Словом Обозначается А Не Само Слово Что Это Не Новости Это Не Реклама Не Трибуна Не Какие Эксперименты В области Демократии И тому Подобное А Это Энциклопедия И Ничто Иное Собственно Это Жестко Ограничивает Чтобы Она Не Переродилась Википедия Из Энциклопедии В что Иное Второе Что Википедия Должна Придерживаться Нейтральной Точки Зрения То есть Каждый Человек Должен Писать Излагать Именно Максимально Нейтрально Если Как бы Есть Несколько Точек Зрения На этот Вопрос Желательно Изложить Так Чтобы Как бы Не было Какой-то Интерпретации А были Только Факты Иногда Сами Факты Позволяют Изложить Какой-то Один Вариант А Интерпретации Уж Сам Человек Кто читает Как вы Понимаете Одни и Те же Факты У разных Людей Могут Интерпретироваться По-разному Но тут Важно Изложить Именно Саму Фактологию Если Бывает Как бы Несколько Точек Зрения Непонятно Какая Правильная Какая Нет Но Тогда Можно Изложить Их Несколько Третий Принцип Википедии В чем Значит Свободная Энциклопедия Что Материалы Ее Свободно Распространяются На условиях Свободной Лецезии Чуть Позже Я об этом Расскажу Но Это Значит Что Любой Человек Может Брать Википедию Сославшись На нее И Использовать Ее Как Угодно Не Надо Заключать Договора С Авторами Не Надо Лицензионные Платить Гонорары И все Такое Прочее Кроме Текстов Относится И к Иллюстрациям Википедии Ну Остальные Принципы Это Что Есть Правила Но Тем Не Менее Эти Правила Такие Что Важнее В них Дух А не Буква Ну Вот Чем Не Является Википедия Об этом Я Сказал Что Именно Контент Должен быть Именно Энциклопедический То есть Все Что Можно Примечать Википедию Это Энциклопедические статьи Ну Для Некоторого Типа Контента Есть Другие Проекты Вики Медиа То есть Для Новостей Есть Проект Вики Новости Для Словарных Статей Есть Проект Вики Словарь Для Путеводителей Есть Проект Вики Гид Об этом Тоже Я Чуть Позже Расскажу Важный Принцип Википедии Так как Мы Не Знаем Кто Пишет Статьи Как Вы Понимаете Может Любой Человек Писать Статьи Он Может Быть Адекватным Он Может Говорит Что Он Академик А Быть Городским Сумасшедшим А Может Наоборот Говорит Что Он Школьный А Сам Академик Проверить Это Невозможно Мы Видим Только Ники Как Можно Верить Википедии Оказывается Можно Этот Принцип Используется В науке Если Вы Посмотрите Научные Монографии Начала 20 Века Конца 19 Века То Там Везде Авторы Что Кто-то Утверждает Откуда Он Взял Эту Информацию Непонятно Если Есть Список Литературы Там 2-3 Наименования И По сути Либо Мы Верим Этому Автору Полагаемся На его Авторитет Либо Нет Другого Принципа Не было Но Этот Принцип Используют Сейчас Классические Энциклопедии Надо Верить Авторам Верить Редакции Что они Подобрали Автора Который Лучше Специалист В этой Тени В современной Науке Уже Ученых Так Много Что Понять Авторитет Каждого Невозможно Поэтому Принцип В научных Статьях Тот Что Если Какие-то Факты Упоминаются Ну Всегда Ставится Ссылка На Источник Ну Как Публикацию В авторитетном Журнале И Любой Человек Может Проверить Откуда Взята Та или Иная Цифра Как Тот или Иной Факт И так Далее Сейчас Во всех Научных Статьях Список Литературы Ну Это Примерно Треть Статьи По Объему Вот Тот же Принцип Используется Википедии То есть Мы не доверяем Авторам Мы доверяем Ссылкам На Источники Плюс Требования К источникам Что они Должны быть Авторитетные Не аффилированные Ну И там Подобное Ну Для каждой Темы Там Понятие Авторитетности Она Опять же Разная Тоже Гром Качество Споров Википедии Ведется Вот Но Главный Принцип Что Факт Провождается Ссылкой На Источник Любой Человек Если Видит Какой-то Факт Без Ссылки Он Может Поставить Ссылку Вклад Специальный Шаблон Нет Источника Я думаю Вы видели Там Источник Не указан Столько Дней Через Кое-то Время Если Источник Найти Не удалось Этот Факт В статье Удаляется Все Факты Википедии Они должны Быть Где-то До Этого Опубликованы Значит Сколько Может Пройти Времени Пока Информация В статье Википедии Обретет Истину Тут Не Вопрос Истины Мы не Можем Проверить Истину Вопрос Википедии Важен Принцип Проверяемости Если Эта Информация Опубликована В научных Статьях Монографиях И так Далее Мы на них Ссылаемся И По сути Если Потом Поменялись Какие-то Факты Изменились Потом Статья Википедии Тоже Дополняется То есть Проверить Истинно Это вопрос Скорее Философский А на практике Собственно Это вопрос Проверяемости Информации И собственно Авторитетности Источников Еще Один важный Принцип Википедии Это Понятие Значимости Дело В том Что Не на Любую Тему Википедии Можно Написать Статью Ежедневно Википедии Появляются Статьи Там Люди Пишут Про своих Родственников Или там Какой-нибудь Школьник Победил На школьном Каком-нибудь Конкурсе И мама Про него Пишет Статью Википедию Какой он Замечательный Талантливый Ребенок Или Какие-нибудь Школьники Собрали Музыкальную Группу Вчера Решили ее Создать Сегодня Уже Написали Про себя Статью Замечательную Википедию Вот Все это Конечно Из Википедии Удаляется Википедии Можно писать Не на любую Тему А на значимую Тему Значит Основной Принцип Что предмет Или тема Предмет Статьи Соответственно Тема Статьи Предположительно Являются Значимыми Если они Достаточно Подробно Освещаются В независимых Авторитетных Источниках То есть Если Про это Есть много Публикаций Про этого Человека Они Действительно Авторитетные То есть Про него Посвящают Монографии Его Там Деятельности Следует У него С ним Огромное Качество Интервью Там Ну В зависимости Там Для Звезды Там Какой-нибудь Музыкальный Одни Требования Для ученых Другие Требования Значимости Для Спортсменов Очевидно Третье Вот Но Тем не менее Эти критерии Подробнейшим Образом В спорах Правила Википедии Решаются Создаются Самим Сообществом Авторов Википедии И в этих Спорах Рождается Истина Формулируются Те или иные Правила И вот Есть такие Критерии Значимости Но основной Принцип Что все-таки Про эту Тему Должны Какие-то Публикации В самой Статье Должно Быть Очевидно Что она Соответствует Этим Критериям Иначе Ее Удалят Независимо От содержания Просто Сама Тема Незначима Вот Это Не значит Ну или Что тема Незначима А то Что она В самой Статье Была Не показана Поэтому Многие Обижаются Что Как бы Они написали Статью А ее Удалили Ну Значит В статье Не было Показано Соответствие Этим Критериям Значимости Вот Андрей Кржижановский Он тоже Администратор Википедии Он тут В чатке Дает Ссылки В целом Очень полезные Вы по ним Тоже Ходите Значит Есть Какие Запреты Википедии Вы знаете Фрэнсис Бэкон Философ Когда-то Написал Три типа Ученых Одних Он назвал Ученые Муравьи Которые Собирают Все подряд И тащат В свой Муравейник Вот Есть люди Которые Как бы Не умеют Сами писать Тексты Но Берут Какие-то Куски Чужих Предложений Чужие Абзации И из них Состыковывают Свои Тексты Вот Таких Википедии Не любят Потому что Все предложения Тексты Они защищены Авторскими Правами А у нас Свободная Энциклопедия Мы ее Отдаем Под свободную Лицезию У нас Не должно быть Правами То есть Это как Ложка Дегтя В бочке Меда Википедии Очень тщательно Выверяют Эти Авторские Права То есть Текст Должен быть Написан Автором Самостоятельно Ну и Потом Как бы Делать Текст Из Кусков Чужих Текстов Это Как-то Часто Как бы Текст Выглядит Гладко А смысла Не имеет Вот Такие Авторы Википедии Не нужны В этом Вращать Копирайт Нарушать Не стоит Писать Все-таки Самостоятельно Любой Человек Может Предложить Статью Удалить Дальше Идет Обсуждение Ну и Это очевидно Ее сразу Удаляют Да Ну там Набор Слов Да Если Не очевидно Идет Обсуждение Википедии И дальше Подводится Итог И любой Из администраторов Соответственно Удаляет Статью Итог Опять Как вы понимаете Любое Обсуждение В интернете Всегда Можно Нагнать Там Через Блоги Толпу Людей Которые Там Проголосуют Типа Давайте Оставим Но Википедия Не считают Не голоса А анализируются Аргументы То есть Принцип То есть Как бы Все говорят Замечательная Статья Но потом Кто-то Приводит Ссылку Что Статья Замечательная Но скопирована С этого Сайта Да Но Ее Удаляет Вот Поэтому Все Это Либо Что Часто Обсуждается Значимая Эта тема Надо удалить Статью Или она Должна Остаться Википедия Википедии Ежедневно Где-то 100-150 Статей Предлагают Удалить И это Идет Обсуждение Часть Оставляется Часть Удаляется Причем Во время Этого Обсуждения Статья Часто Дорабатываются Становятся Просто На порядок Лучше Чтобы их Не удалили Люди Дорабатывают Дописывают И так далее Возвращаясь К Бекону Он говорил Есть еще Ученые Вот так Никого Не читают А только Свои Придумывают Собственные Термины Кроме них Которые Никто Не использует И пишут Вот так Вот есть Такие Авторы Которые Как бы Других Книг Не читают Ничего Не смотрят А вот Сами Что-то Придумали И об этом Пишут Википедии Вот Мы это называем Оригинальное Исследование Но часто Это довольно Это бежливо Такое название Потому что Иногда Там Люди У них Было Видение Они услышали Голоса Они поняли Природу Всевысущего И соответственно Об этом Википедию Корея Статью Что там Капустный Сук Оживляет Мертвецов Да Или еще Что-то Об этом Конечно Все Удаляется С подпометкой Оригинальные Исследования Википедии Запрещены Суть в том Что Статьи Википедии Они должны Быть вторичными В том смысле Что Вся информация Которая В них Опубликована Она должна Быть Где-то До этого Все факты Должны быть Ранее Где-то Описаны В других Источниках В авторитетных То есть Не сами Тексты Не сами Предложения А факты А уже Опираясь На эти Источники Надо написать Статью Вот То что Бекон Есть ученые Пчелы Идеальные Ученые Которые Пчела Облетает Огромное Количество Цветков Собирает Везде По капельке Этого Нектара Пыльцы И в итоге Собственно Создает Каплю Меда Или Нектара Но Облетев Огромное Количество Разных Цветов Так и Авторы Википедии Как пчелы Они Огромное Количество Источников Иногда Может быть Толстая Книжка А в ней Полезная Информация На одну Строчку Вот Собственно И задача Автора Википедии Обобщить Эти Источники И Ссылками На эти Факты Изложить Самую Информацию Максимально Коротко Потому что Смысл Энциклопедии Кратко Излагать Основные Вещи Я бы Обещал Сказать Про Свободные Лицензии Но Тут Совсем Коротко Про Это Можно Отдельную Лекцию Посвятить Этому Википедия Распространяется По Лицензии Creative Commons Attribution Share Alike Creative Commons Это Набор Лицензий Такая Модульная Система Где Авторы Определяют Какие Права Они Отдают Обществу Какие Нет Свободные Лицензии Это Возможность Авторам Далеко Как казалось Далеко Не все Авторы Пишут Тексты Для того Чтобы Их Продавать Многие Готовы Их Отдавать Бесплатно Лишь бы Их Читали Вот Вот Такие Лицензии Они Позволяют Это Делать Долгое Время Был Спор Насколько Они Легальны В Российском Праве Может быть Они Нелегальны Может Им Нельзя Пользоваться Но В итоге Собственно Я Встречался С президентом Российской Федерации Потом Работал В рабочих Группах Удалось Все-таки Сформулировать И написать В Гражданском Кодексе Теперь Есть Статья 12 86.1 Которая Называется Открытые Лицензии И теперь Как бы Вопрос Легальны Лицензии Или нет Не стоит По сути Как бы Эта статья Писалась Под Такие Именно Лицензии Вот Википедия Статья Лицензия Creative Commons Attribution Share Like Что это Значит Там По сути Два Требования Эта Лицензия Налагает Кто Использует Википедию Первое Что необходимо Указывать Авторов Ну Либо В данном Случе Что этот Материал Из Википедии Потому что Википедии Этих авторов Можно посмотреть Их может быть Тысяча И так Дальше Вот Второе Требование Что Все Производные Произведения Они должны Быть Так же Свободно Распространяться Под той же Самой Лицензией То есть Если вы Взяли Текст Википедии Или Какие-нибудь Картинки Из Википедии На их Основе Сделали Какие-то Свои Новые Произведения То И тоже Они Не должны Быть Свободными И люди Могли И должны Их Использовать То есть Это Вирусная Лицензия То есть Она Позволяет Чтобы Все-таки Контент Не В какой-то Момент Пришел Какой-то Дядя Взял Этот Текст Википедии Слегка Его Там Модифицировал Поставил Свой Копирайт И потом Всех Обозвал Пиратами И начал Бороться С этими Пиратами Которые Этот Его Текст Мешают Распространять Вот Википедия Она Как раз Создана Для того Чтобы Тексты Были Свободны Так Ну Осталось У нас Шесть Минут Поэтому Я совсем Коррак Расскажу Есть Кроме Викимедия Это Организация Да Про эти Вопросы Тоже Поставьте Варазил Вопросы Я на них Потом По каждому Пройдусь И расскажу Отвечу Значит Викимедия Это Организация Изначально Собственно Википедия Принадлежала Джиме Уэллсу Но Потом Собственно Сообщество Решило А что Это Такой Какой-то Американский Предприниматель Владеет Википеди Мало ли Что А вдруг Он ее Продаст Какой-нибудь Майкрософт Или еще Правительству Или он Сойдет С ума Или мало Ли что Или у него Какие-нибудь Сейчас он Выглядит Адекватным И хорошим Джиме Ну что Ну что С ним Будет Через Десять Лет Вдруг У него Маразм Наступит Или еще Что-то И он Там Устроит Свои Диктаторские Правила И Сообщество Испанской Википедии На этих Страхах Решило Создать Свою Назвали Энциклопедия Либре И стало Понятно Что Люди Из Википедии Уйдут И Джимми Вэллс Чтобы этого Не произошло Он отказался От всех Прав Была создана Некоммерческая Организация Викимедиа Фундейшн Которая Собственно Контролируется Законом Но она была Создана В штатах Потому что Он гражданин Штат И Совет Викимедиа Фундейшн Было Из сообщества Авторов Английской Википедии Избраны Люди И Ну Джимми Советы Поверенных Викимедиа Фундейшн Там Пожизненно Вот это Единственная Его привилегия Но он Просто Имеет Один Один Голос На самом деле Там Применяется Все Коллективным Решением И Викимедиа Фундейшн Некоммерческая Организация И Собственно Ей принадлежит Торговые марки На логотип На название Но Сам Контент Он Свободный Любой человек Может его Распространять Посты Отделения Отделения Викимедиа По всему миру В Германии Викимедиа Дойчленд Потом Во Франции Викимедиа Франц Вот в России С 2008 года Существует Российское отделение Называется Викимедиа Ру Ну вот Я его Исполнительный Директор Другие Проекты Кроме Википедии Есть проекты Викимедиа Есть проект Викисклад Или Викимедиа Камманс Это Самый Крупнейший Медиабанк В первую очередь Фотографии Свободные Фотографии Иллюстрации Потому что Википедия Пишется На 9 языках Ну вот Чтобы в каждую Не грузить Отдельно Фотографии Ну вот Отдельный Сайт Оттуда Можно Там хранятся Централизованно Все свободные Иллюстрации И их можно Вставлять Википедию Или любой Другой проект Викимедиа Либо просто Напрямую Скачивать Это самый Крупнейший Фотобанк В мире Там еще Есть всякие Медиа Небольшие Ролики Но к сожалению Видео В основном Там какие-то Дореволюционные Кадры И так далее То есть то Что не защищено Авторскими правами Но иллюстрации Фотографии Там больше 50 миллионов Викитека Это проект По созданию Свободных Текстов Не созданию А сохранению То есть это Библиотека Википедии Там хранятся Книги Статьи Законы Которые не защищены Авторскими правами Срокно Либо на них Истек Либо Как для законов Они не Не охранялись Законы Например Законы Российской империи Для историков Очень важны Их Очень трудно Найти Советские законы Сейчас Все эти базы данных Они показывают Последние версии Текущих законов Там это и есть Библиотеки Старинные энциклопедии Брагаус и Ефрон Много что Есть В Викитеке Викиновости Это проект Гражданской журналистики Люди пишут Новости Викисловарь Это проект Где пишутся Собственно Статьи О словах То есть Их этимология Их словоупотребление Их значение То есть Не о понятиях Как в Википедиях А о самих словах Викиверситет Вот собственно Им активно занимается Андрей Крыжжановский Это проект Такой Где собирается Разная методическая информация Для обучения Викигид Или Викивояж Другое его название Проект Где люди пишут Путеводители Свободные По разным городам Их сейчас Больше Шести тысяч Этих путеводителей Практически По каждому городу России Их печатных нет А вот Викигиде Они есть То есть Можно им пользоваться Викиданные Это Возможность отделить данные От текста Собственно Это Википедия Вот Если вы видели Такие сбоку В каждой статье Есть карточки По сути Это вот Они берутся Из проекта Викиданные И там Они могут Централизованно Обновляться И так далее Ладно Есть и последний Проект Медиа Вики Это собственно Сам движок Википедии Если вам не нравится Википедия Можете ее скачать Установить У вас будет Своя Википедия Люди Кто пишет Википедию Самые разные Их Много Но Собственно В мире Где-то 354 тысячи Во всем мире Пишут Википедию Пять раз в месяц Ее редактируют То есть По сравнению С полутора миллиардом Людей Которые читают Это капли в море Вот русская Википедия Это наше сообщество Я Вот 13,5 тысяч Людей Пишут Википедию Есть много Конкурсов Давайте все-таки Про это расскажу Потом перейду К ответам на вопросы Вот у нас Есть такой Конкурс Выпускники И наставники Которые мы Проводим Он Это конкурс По написанию Статей Об известных В Выпускниках Наставников Российских университетов Чтобы убедить Университеты Есть такая Рейтинг Который называется Примиссия университета Он учитывается Рособраннадзором При аккредитации Туда входят Более 70 Российских вузов И одним Из критериев В этом рейтинге Это соответственно Количество Выпускников Вуза Которым посвящена Отдельная страница Википедии Вот Но понятное дело Что если про всех писать Этому википедию Удалят Потому что Это незначимо Но Есть много Значимых людей Про которые могли бы Быть статьи википедии К сожалению Пока они не написаны Вот Мы Проводим Такие конкурсы Вот уже два Прошли Вот будет С августа По 15 сентября При поддержке Фонда Президентских грантов Там Неплохие Призы Вот сейчас Прошел Статья Писать про женщин Там Был даже Приз Поездка В Стокгольм Но вот сейчас Просто из-за этого Коронавируса Непонятно Когда она состоится Но тут будут Соответственно Денежные призы Если Как-то Кого-то Мотивирует То Приходите Есть много Других Конкурсов Википедии Тоже С призами Есть По написанию Статей Есть фото Конкурсы По загрузке Фотографий Ну Сейчас Проходит До конца Мая Конкурс Совместный С телеканалом Наука По научной Фотографии Эти фотографии Потом используются Для иллюстрирования Статей Вот Пожалуйста Если у вас Есть такие Фотографии Собственные Не откуда-то Там Скаченные А которые Вы готовы Отдать Свободно И бесплатно Чтобы люди Могли Ими пользоваться Ну Поучаствуйте В этом конкурсе Там призы 10 призовых мест По 10 тысяч рублей То есть Может быть Это тоже Кого-то Как-то Мотивирует Но в целом Люди пишут Википедия Бесплатная Но Есть эти Призы Чтобы Как-то Может быть Кого-то Тоже Это мотивирует И Наконец Последнее По редактированию Википедии Вышел Первый Учебник В этом году Можно Его Скачать Вот Я его Открою К нему Доступ Вот тут Можно Тут Скачать Его Там В этой Книжке Собственно Мы Кратко Описываем Как Редактировать Википедию Если Кто-то Не смог Это Освоить То В целом Такая Книжка Есть Вот И Переду Собственно К ответам На вопросы Отвечу На все Вопросы Значит Книжка Про Википедию Я ее Вот тут Открыл Доступ К ней Можно ее Прямо Отсюда Скачать Можно На этом Фоне Рассказывать Значит Вопросы Давайте На них Поотвечаю Поясните Пожалуйста Пишет Константин Станиславович Топоров Топоров Извините Не знаю Как правильно Поясните Пожалуйста Ваше Отношение К использованию Фильтра 146 Для целей Блокировки Доступа К статьям Пользователям Без флага Автопатрулируемых Заблокированы Статьи На политические темы По личному усмотрению Администраторов Уже 8 лет Применяется Я не знаю Что за фильтр 146 Если честно Это частный вопрос Как бы Я так понимаю Вы активно Доктор Википедии Но для этого Есть форумы Администраторов Напишите туда Если этот Фильтр Неадекватный Его отменят Вот Но Есть Если на какие-то Я не знаю Что 146 Фильтр То есть Это так Сходу Я не отвечу Конкретно Второй вопрос Артемьева Татьяна Владимировна Спрашивает Я бы хотел Привлечь К написанию Статьи Вики Моих студентов Аспирантов Советуйте Пожалуйста Какие им нужно Принять шаги Чтобы выбрать Тему Написать статью Правильно Википедировать И так далее Ну вот Собственно Мы написали Книжку Может быть Она Поможет Веселова Ольга Николаевна Кто проверяет Информацию Википедии На достоверность Проверяет Ее Соответственно Все Кто ее читает Редактирует Миллионы Людей И проверяет Любой человек Который вызывает Какой-то факт Википедии Сомнения Может об этом Написать В боковом меню Есть там Такая ссылка Слева Сообщите об ошибке Челкните И напишите Что в этой статье Вам Если вы сами Не можете Это исправить Напишите Люди проверят По архивам По источникам Можете ли вы Поделиться Какими-то проектами По связанным Открытым данным С использованием Википедии И технологии Вики Ну по открытым данным Это проект Викиданные Там соответственно Миллиарды данных Это свободная База данных Которая собственно Собирается Использоваться Во всех Википедиях Ну например Там прошла Какая-нибудь Перепись населения В Чехии Да Загружаются Там новые Данные О этой переписи Населения Но при этом Все старые Там другим годом Сохраняются Конечно Вот Ну и соответственно Во всех статьях Про города Чехии Во всех Википедиях Там уже соответственно Более свежая дата Численности населения Например Ну а очевидно Может быть Там по другим данным В основном Конечно это делается Ботами Роботами Но можно и вручную Без проблем Вы согласны С фразой Которую в последнее время Слышу от преподавательского состава Что по Википедии Как и по словарям Энциклопедиям Не учатся Без них знаний Не углубить Какова доля ошибок Процентов Встречается Википедия Значит Смотрите Википедия Это все таки Энциклопедия Это не учебник Вот задача Энциклопедии Дать ориентировку К теме Чтобы человек Посмотрел Понял какие-то Базовые вещи И дальше Там есть ссылки На все эти источники Можно пройти И дальше Все глубже и глубже В этом вопросе Начать разбираться Какой процент ошибок В Википедии Безусловно В Википедии Есть ошибки То есть Вот есть Раздел Сообщение Об ошибках Ежедневно В Википедии Исправляются Сотни ошибок Вот Но они После того как Они исправились Они исправлены В бумажной Энциклопедиях Если там попала В бумажную Энциклопедию Ошибка Она Соответственно Ее 50 лет Как правило Не исправляют Она Тиражируется И так далее В Википедии Самое важное Если вы Увидели Какую-то ошибку Сообщите об этом И все И это будет Достаточно В процентах Оценить Сколько Невозможно Потому что Даже сравнивать С классическими Энциклопедиями Википедия Так разрослась Что нет смысла Википедия Отличается От Большой Российской Энциклопедии По количеству Статей В 20 раз По объему Статей Тоже В несколько раз То есть Понятное дело Что В Большой Российской Энциклопедии И там Статья Она из Трех строчек В русской Википедии Она из Трех страниц Ну понятное дело Что в трех Страницах Легче сделать Будет больше Ошибок Чем в трех Строчках Но тем не менее Как бы Увидеть Или ошибку Помогите ее Исправить Либо сами Исправьте Либо сообщите Хотя бы О ней Можно ли Доверять Информации Из Википедии Ну собственно Смысл какой Википедию Редактируют Люди Из интернета И доверять Им невозможно Они могут быть Разными Доверять надо Источникам То есть каждый факт Википедии Он сопровождается Ссылкой На источник Всегда можно Навести мышку И понять Откуда Эта информация Вообще Википедию Попала Вот Ну это Основной принцип Википедии Проверяемость Информации Можно ли Получить Презентацию Да Вот Открыть Недоступ В статье О потомке Пушкина По мужской Линии Пушкина АА Вижу Ошибку Справа В дате Рождения Соответственно По поводу Фотографии Значит Если ошибка Какая-то Ее можно Исправить Но желательно Все-таки Не брать информацию Из головы А все-таки При этом Привести ссылку Где это Опубликована Там другая Дата Потому что Информацию Из головы Никто другой Не может проверить А смысл Википедии Чтобы любой Мог эту информацию Проверить По поводу Фотографии Если вы Сами Являетесь Автором Этих Фотографий Вы Являетесь Правообладателем То загрузите Их Это будет Огромная Польза Для Википедии Кто В конечном Счете Проверяет Достоверность Информации В русской Википедии Кто Ее Редактирует Вроде Я Это Ответил Все Ее Проверяют Все Кто Читает Все Кто Ее Редактирует Кто Ее Русская Википедия Редактирует 13,5 Тысяч Человек Надеюсь И вы Тоже Станете Редактировать По свободному Редактированию Кто Редактирует Статьи После Свободного Редактирования Аналогично Статьи Продолжаются Открыты Для Редактирования Их Может Также Любой Дополнять Дописывать И так Далее Иногда Возникает То что Назвается Война Правок Когда Кто Одно Что Вписал Другой Тестер Писал Противоположное Вот Но так Как Вся История Правок Открыто Сохраняется Специально Есть роботы Которые За этим Следят Тут же Об этом Информируются Администраторы И статья Защищается На В том На той Версии Из истории Где Еще Эта Война Правок Не Возникла После Этого Соответственно Эти люди Должны Начать Обсуждать Как Лучше Сформулировать Это И потом Соответственно Они Приходят К какому-то Консенсусу И эта Правка Вносится Уже В нейтральном Виде Ну Таких Статьей Защищенных От Редактирования Их На самом Деле Там Доля Процента Большинство Статьей Человек Может Редактировать Это Только Какие-то Спорные Статьи Там Про Нагорный Карабах Так что Есть Толпа Из Армении Из Азербайджана Вот Они Защищены От Редактирования Есть Специальные Страницы Где Обсуждают Как Сформулировать Не максимально Нейтрально То или иное Предложение Чтобы Оно Было Соответствовало Фактам Но Не содержало Какой-то Оценки Кто Там Был Прав В этом Конфликте Правильно ли я Понимаю Что Проверка Достоверности Происходит Через Систему Свободного Редактирования Участников Да Читатели Участников Огромное Качество Глаз Вот Собственно Это Происходит Это Правило Дата Рождения В статье О Пушкине Спасибо Большое Вы Сами сделали Татьяна Игра И Елена Николаевна Спрашивает Здравствуйте Что мешает Википедии Стать Главным Энциклопедическим Ресурсом Мирового Интернета Вы не поверите Мы и есть Главный Энциклопедический Ресурс Мирового Интернета Нам ничего Не мешает И мы Являемся Большинство Такого Количества Энциклопедических Статей Как Википедии Нету Нигде Такого количества Читателей Как википедии Нет нигде Ну да Нас не поддерживает Государство Большой Российской Там дали Два миллиарда Рублей Нам Нет конечно Убраем Буквая Блокировками Но в самом В целом Как бы это Не страшно Википедия Развивается Пишется И так далее Там много вопросов Давайте Еще Прочитаю Разда Она уже не встала А ну да Ваше мнение О проекте Российской Интернет Энциклопедии Как альтернативы Википедии Ну в данном случае Это издательство Большая Российская Энциклопедия За два миллиарда Рублей Делает Электронный Ресурс Если это будет На основе Большой Российской Энциклопедии Вот как сейчас У них уже открытый сайт Особого смысла Ну по сути Он и так есть Но не очень удобный Интерфейс Ну там Статьи в 20 раз меньше Если они что-то Сделают другое То в целом Ну почему нет Мы только рады Собственно цель Движения Википедия Чтобы было больше Разных свободных Ресурсов Доступных Открытых И так далее Ну надеюсь Они это сделают Выложат Все-таки под свободной Лицензией Они защищат Автор с копирайтом И там подобное На это правда Мало надежды Но тем не менее Вот Ну в любом случае Мы не коммерческий Ресурс Поэтому такой понятия Как конкуренция Ну для нас нет Ну мало того Если появится Такой другой Альтернативный ресурс Но это как-то Мотивирует автора Википедии Если там он будет Даже чем-то лучше Но это нас мотивирует Лучше писать Дополнять И так далее В целом Это полезно даже Здравствуйте Статья уже опубликована Можно ли поместить Википедию При условии Значимости Актуальности Или из своей книги Отдельные параграфы Можно ли поместить Википедию Да Ну опять же Ссылка на свою книгу Но должно быть Тогда из ника Очевидно Что вы этот автор Иначе Это могут воспринять Что кто-то Нарушает Ваши авторские права Да То есть вы где-то Должны В комментарии Правки Это пометить Вот Ну соответственно Тоже тут И опять Да Андрей правильно сказал Иногда здесь у вас Издана книга Может оказаться В том Что хотя вы Являетесь ее автором У вас нет права Вы отдали эти права Издательству Ну опять же Зависит от договора И тогда вы как бы Прав на ваши же Собственные абзацы У вас нет Ну и потом Ну лучше Изложить другими словами Потому что стиль книги И стиль энциклопедии Он различается Да То есть задача Энциклопедии Максимально кратко Максимально емко У человека Который читает Энциклопедию Нет времени Получить нужную информацию Сколько авторов Википедии В мире Зарегистрировано Википедии Больше 80 миллионов Человек Редактируя Где-то 300 Сейчас скажу Я сегодня Посмотрел Это 5 правок В месяц Вносят 354 тысячи Человек А в российской Википедии Ну вот соответственно Вот вам цифры Как вам можно устроиться На работу Что для этого надо Для того чтобы писать Статьи в Википедии Никуда устраиваться Не надо Авторы Википедии Вот они На фотографии Они пишут статьи Бесплатно Это не штатные сотрудники Викимедиа Она занимается Поддержкой проекта Но Не написанием Статей Не регулированием Контента Само содержимое Википедии Оно определяется Сообществом Википедии Вот это русская Википедия Вот это представители Башкирской Википедии В основном Википедию Редактируют Большинство Мужчины В возрасте Где-то Около 25-30 лет Но вот В башкирской Википедии В основном Женщины пожилого Возраста Они себя называют Вики-бабушки К сожалению Денег Редакторам А ну это Отверт Спасибо за информацию Буду использовать В своей работе Каким вы видите Будущее Википедии Что дальше Вы знаете У нас есть Там ведется Обсуждение Какая должна быть Википедия К 2030 году Там разрабатываются Стратегии Опрашиваются Википедисты Вот Но мы недавно В прошлом году Привели очень Интересный Такой конкурс С порталом Прозору И Самоздат Машкова И вот Писатели Фантасты Писали Вот книжку Назвали ее Вики Будущее Она выложена В сеть И там Как раз Люди Обсуждали Писали Рассказы Какое Вообще Может быть Будущее Википедии К сожалению Не очень понятно У всех Разные Точки зрения Вот Но сейчас Я вам Кину ссылку В чат На эту Книгу Ее можно Скачать Вот В общий чат Кину ссылку На вики Будущее Не могу Кидать ссылки Не могу Вот Соответственно Есть кто хочет Но это Фантастические Рассказы Дальше Как получить Презентацию Вот ее Можно тут Скачать Справа Какие перспективы Вики данных Да Он как бы Независимый От википедии Википедия его Использует Он сам Он не Вспомогательный Он сам По себе Активно Развивается Там у него Там есть Стратегия Развития В целом Ну идея Какая Что можно было Было бы Википедии Задавать Ну по сути Такой идет Переход К семантическому Вебу То есть Если брать Такую Глобальную Перспективу Но пока Это вот Собственно Так Проект Пока Активно Развивается Ну они Связаны Не только В России Они во всем Мире Связаны Ссылка На презентации В нижнем Правом углу Со всеми Конкурсами Которые Сейчас Идут Можно Их Посмотреть Вот По этому Адресу Ru Wikimedia.org Slash Wiki Slash Конкурсы Ссылочку Вот сюда Это конкурсы Ой нет Вопросы Я кинул Дайте В общики Начат Вот это Конкурс Повторите Пожалуйста Статьи Гражданского Кодекса Про Открытые Лицензии 1286.1 Открытые Лицензии Где Взять Личность Путешественника Который На мой взгляд Заслуживает Упоминания Википедии Как мне Подкрепить Доказать Историческую Значимость На какие Источники Надо посмотреть Что про него писали Про этого путешественника То есть Если про него Никто Нигде Никак Не писал Нигде Он не упоминался То увы Про него Википедию Статью Написать Невозможно Но Собрать Информацию Есть Библиотеки И дальше Известную Информацию Обобщить Это создать Статью С ссылками Найти Источники Только вот Таким образом Могут ли Участвовать В конкурсах Викимедия Граждане Других Стран В зависимости От конкурса То есть Это зависит От спонсора Мы все-таки Это делаем Конкурсы На деньги Спонсоров Вот В каких-то Можно В каких-то Нельзя Можно ли Учебник Разместить На сайте Библиотеки Можно Он под Свободной Лицензией Нет проблем В данном Существу Учебник Имеется По Википедии Если Понял Спрашивался Почему Википедия Авторы Анонимны И почему Не сделать Механизм Валидации Например Научных Званий Чтобы Точно Знать Что Этот Пользователь Является Доктором Наук С Неким Хиршем И таким Обратом Подключить Дополнительные Ссылки На источники Механизма Репутации Потому что Википедии Далеко Не все Статьи На научную Тематику Есть статьи Про какие-нибудь Покемоны Про сериалы Какой там Может быть Индекс Хирша Если Ученый Академик Он Специалист По физике Но Он Редактирует Статьи Не по физике Или Не по своей По физике Но не по своей Узкой специализации В данном Случа Принцип Общий То есть Мы не верим Авторам Никому Чтобы он Про себя Не говорил Какой бы он Там у него Хирша Не был Потому что Некоторые Можно сделать Ник С твоим именем Про многих Известно Кто они Такие Вот Там Можно посмотреть Ой Индекс Хирша Там нет проблем Да Но Тем не менее Все таки Что бы Не важно Кто Кто Редактирует Смотрят Сам текст Оценивают Не авторы Текста Оценивают Текст Как подкреплены Факты И так далее Потому что Когда читатель Смотрит статью Но многие Из вас Смотрели Кто эту статью Писал Потому что У каждой статьи Может быть Тысяча авторов Смотрит Сам текст И самое важное Собственно Сам текст Подкреплялся О каком рейтинге Идет речь Которая влияет На позиции Идет речь О рейтинге Который называется Рейтинг вузов Три миссии университетов Мос И Ур Точка Орг И вот Этот Рейтинг Вот Рособранадзор В Этертасе Было написано Что они его планируют Учитывать Учитывать Реально Я не знаю Вот Ну По крайней мере Глава Рособранадзора Об этом Сказал Много вопросов Так Ну Вроде Все вопросы Ладно Спасибо вам большое За внимание Надеюсь Я смог Ответить На все вопросы Подписывайтесь В Подписывайтесь Продолжение следует...